Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Алексея Алексеева. Вопрос состоит в следующем. Расскажите про рыб, который меняет пол. И действительно, процесс смены пола в течение жизни для рыб – это дело такое обыденное достаточно. И известно для многих очень видов, что происходит этот процесс. В некоторых случаях самец становится самкой, в некоторых случаях происходит наоборот. Называется это с точки зрения науки последовательный гермафродизм. Так вот, начну я свой рассказ с рыбки, которая, наверное, вам хорошо известна, особенно тем, кто смотрел мультик «В поисках Немо». Вы помните, что главный герой этого фильма – это как раз рыбка-клоун маленькая. Ещё эти рыбки называются амфибрионы. Так вот, рыба-клоун – это рыба коралловых рифов. Они совершенно удивительные. Во-первых, внешне они совершенно потрясающе выглядят. Они очень красивые, яркие, пёстрые. Ещё мы про этих рыб и знаем, что рыбы эти живут в симбиозе с актиниями. Актиния – такое животное, очень неприятное в некоторых случаях для нас, потому что актиния может сжалиться. И вот среди щупалец актинии как раз и живут группы этих рыбок-амфибрионов. Как же так происходит, что актиния не жарит амфибриона? А натереться? Хочешь обжечься об актинию? Натрись. Всё дело в том, что когда амфибрион находит свою актинию, он сначала аккуратненько к ней подплывает. Актиния лишь слегка дотрагивается до его кожи, и происходит такой момент опознавания. Амфибрион начинает вырабатывать после такого соприкосновения слизь, которая похожа по составу на слизь самой актинии. Потому что действительно щупалец актиния покрыты слизью, чтобы сама себя актиния не жалила. И вот тело амфибриона, кожа его начинает выделять такую же слизь. Поэтому эти рыбки могут спокойно находиться среди щупалец актинии и чувствовать себя там превосходно. Во-первых, это великолепная защита. Кроме того, рыбки следят за своей актинией, они её чистят, например, от остатков пищи. Они, кстати говоря, этими остатками пищи в том числе и питаются. То есть на самом деле получается так вполне взаимовыгодно. Надо сказать, что все рыбы-клоуны на свет появляются самцами. И они появляются на свет самцами, а потом в какой-то период времени одна из таких рыбок может стать самкой. Как это происходит? Дело в том, что группа амфибрионов в каждой актинии состоит из нескольких особей. Это одна самая большая самка, размножающаяся самка, один размножающийся самец и несколько маленьких самцов, которые ещё не размножаются, не принимают участие в размножении. И вот такая вот идиллия происходит, всё хорошо, прекрасно. Эта группа продолжает в актинии замечательно существовать до того момента, пока что-нибудь не случится с самкой. И если самка погибает, то самец, очень быстро с ним происходит трансформация, и он становится самкой, он начинает продуцировать икринки. Ну а его место, место самца, занимает самый крупный из мелких неразмножающихся самцов. То есть вот такая вот своеобразная карьера, но только в том случае печальном, когда с самкой что-то происходит нехорошее. Самка откладывает икру, делает она это недалеко от своей актинии, в каком-нибудь укромном месте. Ну, кстати, каждая самка откладывает довольно много икринок, порядка от 400 до 1500. Самец за этой икрой внимательно следит, заботится. Он ее, во-первых, охраняет, во-вторых, при помощи своих плавничков он нагоняет воду, богатую кислородом, чтобы икринки хорошо развивались. И вот через какое-то время, довольно короткое, буквально 6-7 дней, из икринок выходят мальки. Они совсем крошечные, они практически прозрачные, за исключением глаза и желточного мешка. И эти мальки какое-то время живут в качестве планктона, они нагуливают, питаются планктоном другим, более мелким, и нагуливают себе вес и размер. После этого, когда они немножко подросли, они отправляются на поиски своей актинии. И когда они находят актинию, они в этой актинии поселяются и уже дальше ведут такой вот образ жизни на одной территории, такой оседлый, можно сказать, образ жизни, никуда больше особенно не перемещаясь. Итак, если амфиприоны рождаются самцами и потом в некоторых случаях могут стать самками, то как же других рыб? Считаешь ты крутой? Тут найдутся и круче. Вообще, среди коралловых рыб такая вот история смены пола, она встречается нередко. И наверняка многие из вас, кто был на коралловых рифах, видели таких рыб, которые называются губаны. Например, лунный губан, он довольно крупный, он очень красивого такого сине-зеленого окраса и достигает размером порядка 45 сантиметров. Есть и маленькие губаны, их называют еще губаночистильщики, которые очищают поверхности тел, чешую рыб различных, более крупных, которые рядом с ними плавают. Так вот, у губанов тоже существует смена пола, но там все происходит наоборот. Там губаны живут тоже группами. В группе губанов есть один самый большой, самый крупный, самый главный самец, доминирующий. И в его горыми может быть несколько самок и неразмножающихся самцов. И он, надо сказать, что держит всех, можно сказать, в страхе, потому что он всех гоняет, покусывает, призывая к порядку и следя за тем, чтобы самки никуда от него далеко не удалялись. Но в случае, если произойдет опять-таки гибель самца, то одна из самок, самая крупная, тоже станет самцом. Она поменяет пол, причем происходит эта трансформация очень быстро, буквально в течение 10 дней. Если сейчас нам не удастся с вами поехать на коралловые рифы и полюбоваться этими прекрасными рыбками, о которых я сейчас с вами рассказывала, то, может быть, среди вас есть любители аквариумистики. И вам, наверное, хорошо тогда известны такие рыбки, как меченосцы. Надо сказать, что родина этой рыбки Северной Америки, Северная Америка, это пресноводная рыбка. Называется она зеленый меченосец, и вообще в природе она совершенно другого цвета. Она действительно такая зеленоватая, с полосочкой по боку. А нам скорее известны с вами меченосцы красные. И интересны они тем, что у самцов-меченосцев хвостовой плавник действительно вырастает в виде такого длинного заостренного меча. Так вот, меченосцы прекрасный объект для аквариумистики. Во-первых, эти рыбки очень неприхотливы, во-вторых, эти рыбки живородящие. То есть самка не откладывает икринки, а всё развитие икринок происходит внутри самки. И оттуда уходят уже вполне сформировавшиеся мальки. За ними очень интересно наблюдать. Но в случае, если ваш аквариум будет перенаселен, считается, что в норме на каждого самца должно быть около трёх самок. Если самок вдруг окажется слишком много, то одна из самок может, например, тоже поменять пол. У неё отрастает тоже меч на хвосте, и она превращается в самца. И у вас есть возможность понаблюдать за этим, если дома у вас есть аквариум и живут эти прекрасные рыбки. Ну что ж, надеюсь, я ответила на вопрос. Пишите нам свои новые вопросы. Пишите в комментариях, о каких животных вам ещё было бы интересно узнать. Кстати, вопросы пола – это вообще очень интересные вопросы. И если мы говорим, что рыб так последовательно меняется, и самка становится самцом или наоборот, то есть животные, которые в течение жизни могут поменять пол несколько раз. А есть животные гермафродиты, которые могут размножаться и как самки, и как самцы. Если вам об этом интересно узнать, пишите в комментариях, мы обязательно об этом расскажем. Ну что ж, приходите к нам в музей, будем рады с вами встретиться, и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok